Меня зовут Тоби Леви, мне 87 лет. На что похожа моя жизнь теперь? Я сижу дома и собираю большой пазл. Мне грустно, но я не несчастна. Грустно, потому что я теряю год на исходе своей жизни. Год я не вижу своих детей, внуков, правнуков, последнего из которых новорожденного. Я никогда не видела и, скорее всего, уже не увижу. Но я могу говорить с ними по двум телефонам. Я очень скучаю по ним. Я не боюсь. Если и заболею, я уже прожила свою жизнь. Боюсь лишь болезнью осложнить жизнь своих детей. Поэтому стараюсь беречься. Часто я чувствую себя подавленной, и кажется, что не могу вынести этого заточения и одиночества. Тогда я заставляю себя через силу встать, одеваюсь и выхожу. И как только ступаю за порог, я чувствую свободу. Это дает мне возможность понять, что вирус не идет ни в какое сравнение с тем, что у меня уже было. Я здесь, чтобы рассказать вам одну историю. Я родилась в Ходорове, это недалеко от Львова, в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти. У нас тогда была неплохая жизнь, у нас была еда, у нас была свобода. Но в 1941-м немцы вошли в город. Они сразу собрали всех евреев на площади и просто объявили, вы больше не люди и не граждане, у вас нет прав. Все должны носить нарукавные повязки со звездой и отправляться на работы. А что делать с детьми? А дети не люди. Мне было 8 лет, когда я поняла, что отныне каждый сам за себя. Каждый ребенок в возрасте от 4 лет понимал, что родители ничего больше не могут для них сделать. Моего отца предупредил кто-то, что надо делать укрытие, потому что немцы планируют акцию. Акция – это когда вас вытаскивают из дома, чтобы либо посадить вас в какой-то поезд или убить на месте. Папа построил в глубоком погребе сооружение, в которое можно было попасть через очень узкий лаз из квартиры. Когда немцы зашли в наш дом, там был мой дедушка. Он считал, что прятаться ниже его достоинства. Нет проблем. Они вошли и просто пристрелили его. Мы слышали это. Однажды в субботу большая дверь нашего подвала открылась с грохотом. Я от страха попыталась прижаться к маме и издала очень-очень тихий такой звук. Немцы услышали это. Начали спускаться с фонариком. Но тут из подвала, мяукнув, выскочила большая кошка. И немцы засмеялись. Ах, только кошка. Я этого никогда не забуду. Никогда, как они уходили. Нам нужно было искать новое убежище понадежней. И мы нашли. Ее звали Стефани Струк, полячка. У нас не было денег, чтобы дать ей. Но она делала это не из-за денег. Она сказала, я возьму вас. Сколько вас? Нас было девять. Она жила в центре города. У нее был двор, а в нем сарай. Через две недели она пришла к нам и говорит, в Хадорове не осталось ни одного еврея. Вам надо бежать. И тогда ее 16-летний сын, его звали Таджик, повернулся к своей маме и говорит, мы не можем их выгнать. Они погибнут. Я никогда не забуду тот момент. Он открывает дверь сарая и говорит, меня зовут Таджик. Ты никуда не пойдешь. Я спрячу вас получше. Он как мог обустроил для нас высокий чердак сарая. Дети могли там даже вставать. Взрослые только лежать. Голова к пяткам, голова к пяткам. Вот где мы провели два года. У нас были вши, крысы, мыши. Каждый новый день казался чудом. На второй год в доме Стефани поселились немцы прямо под нашим сараем. Мы научились не разговаривать, не чихать, не плакать, не смеяться. Вот там в сарае мы и были, когда услышали русскую речь. Никто из нас не мог ходить. Мы были скелетами с атрофированными мышцами. Папа смог подползти к ним. Русские солдаты совсем не похожи на немецких. Те были хорошо одеты, хорошо выглядели. Эти были дети, мальчики. Дети, которые выиграли войну. Маленькие, невысокие, невзрачные. Тридцати одному из нескольких тысяч евреев Хадорова удалось выжить. Их прятали неевреи. Все остальные погибли. Таджик однажды оторвал одну доску тогда в сарае, чтобы дети могли видеть свет. Вот почему у меня до сих пор привычка. Каждое утро я встаю с постели, иду прямо к окну, чтобы посмотреть на свет. И только потом иду умываться. Я здесь необычный человек. Я совсем не такой, как все. Потому что там, откуда я, смотрят на вещи иначе. Да, вирус – ужасная вещь. Так что я всех очень понимаю. Но у вас есть крыша над головой, и в ваши двери никто не стучится, чтобы убить вас? У вас есть еда, или вы даже можете ее заказать, правда? Холокост украл мое детство и юность. Я никогда не была подростком. Ковид украла у моей старости уже год. Но у меня есть то, что помогает спастись, и чему я могу научить – надежда. Не только у жизни, но и у всего, и у этого вируса тоже бывает конец. Продолжение следует...